22 июня День памяти и скорби. А вы знаете, почему этот день объявлен? Не знаете? Завтра будет 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Верно. Вспомнили? Верно, спасибо. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, а важно ли воспитывать патриотизм у нашей молодежи? Обязательно, обязательно. Почему? Потому что мы любим, должны любить свою родину. А вы знаете, почему 22 июня объявлен Днем памяти и скорби? Девушка, потому что война началась Великой Отечественной. Народ пострадал. Больше 20 миллионов погибло. Знаете ли вы, почему 22 июня объявлен Днем памяти и скорби? Ну, потому что 22 июня фашистская армия напала на Советский Союз. Действительно. Скажите, пожалуйста, а важно ли воспитывать патриотизм у нашего молодого поколения? Конечно, важно. Что бы вы пожелали нашему молодому поколению? Чтобы они все-таки помнили через нас, вот помнили вот это все, чтобы было страшно, что наши бабушки, дедушки пережили. И чтобы у них такого не было в жизни. 22 июня объявлен Днем памяти и скорби. Ну, начало Великой Отечественной войны вообще-то. Верно. А как вы считаете, важно ли воспитывать патриотизм у нашего молодого поколения? Обязательно. Вот обязательно. Прям вообще. Многие сейчас молодежь не очень даже вникают в эти дела. Ну, конечно, очень приятно, что когда вот молодежь спрашивает и все вот что-то знают. Ну, конечно, надо больше воспитывать патриотизм. Скажи, пожалуйста, почему 22 июня объявлен Днем памяти и скорби? Я не знаю, честно. На самом деле, 22 июня исполнится 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Скажи, пожалуйста, а ты считаешь себя патриотом? Да, считаю себя патриотом. Почему? Потому что я уважаю свою страну за наш подвиг, за то, что они сделали наши солдаты для нашей страны. То, что защищали нашу Родину, нашу честь. 22 июня началась, в 4 часа началась война. Да, действительно. А как вы считаете, важно ли воспитывать патриотизм у нашего молодого поколения? Обязательно. Надо. Почему? А жизнь сейчас такая. Надо. Скажи, пожалуйста, а ты патриот своей страны? Да?